Дорогие телезрители, с вами программа Крупным Планом. В студии гость программы профессор-кабалист Михаил Лайтман. Здравствуйте, господин Лайтман. Здравствуйте. Я ведущая программы Елена Фридман. Тема нашей сегодняшней программы – детские депрессии. Я хочу немножко сказать вам, я готовясь к этой программе, я нашла такую информацию. Последние 15-20 лет очень распространенным явлением стала являться детская депрессия. Да, это последнее время. И врачи абсолютно не знают, что с этим делать. Они не могут найти причину. А со взрослой депрессии они знают, что подавляются. Подавляются. Да, но вы знаете, наверное, в взрослой депрессии возможно найти какие-то разумные объяснения. Дело не только в этом. Взрослую депрессию мы можем подавить. Мы можем заставить человека быть ниже, более ограниченней. Когда дети, мы должны их развивать. И это находится в противоположности с депрессией, которую мы можем только подавить. Когда человек находится в депрессии, мы ему даем успокоительные танквилизаторы, даже наркотики немножко. Что-нибудь, чтобы только его как бы усыпить. Что мы делаем этим самым? А как мы можем это делать с детьми? Мы тогда отрываем их от их роста. То есть, понимаете, это проявление депрессии в детях, оно находится в противоположности с той тенденцией, которую они должны в себе развивать, преодолевать, расти. То есть, мы встречаемся здесь с таким явлением, которое нам не одолеть. Вы знаете, самое интересное, не знаю, насколько уместно это слово, но то, что пациентами становятся дети в возрасте 5-6 лет. Откуда у ребенка 6-летнего вот эта депрессия, осознание, что его ничто не радует и так далее? Вопрос о смысле жизни. Еще писал Раф Кук, Баля Сулам, писали великие каббалисты. А вы себя не помните? У вас и не было этого вопроса. Вы четко знали, что вы хотите в жизни, да? Нет. Так вот, я себя помню, сколько я себя помню. У меня был этот вопрос. Я не в явном виде, но у меня этот вопрос в эти годы был. А зачем? А для чего? А почему? А к чему это вообще все? И этот вопрос не давал жить, не давал быть веселым. Надо было находить оправдание для того, чтобы повеселиться. А для чего? А зачем? Ну, загулять себя, ну, что-то, чем-то увлечь. Ну, убежать как бы от этого вопроса. И это было в таком возрасте. Я вам скажу, давайте исходить из того, что душа, которая в нас, она возраста не имеет. Тогда нам будет легче. Не будем смотреть на детей, как на детей. Да. А на что? Душа возраста не имеет. То есть, то, что происходит с душой, это с душой. Мы получили ее от прошлого нашего кругооборота жизни, в котором были стариками, допустим, дожили до старческих лет. Да. А теперь мы получили ту же душу. И сегодня она в нас, в нашем молодом новеньком тельце, живет старая душа, много-много-много поколений, которая уже прожила на этой земле. Прошло очень-очень много. Так вот, вы смотрите по маленькому тельцу, а вы смотрите по той душе, которая в нем. Она уже старая. Ей надо уже что-то делать, что-то с собой. Она уже мудрая, она уже понимает, что все это ни к чему. Она уже прожила столько, что вы ее не можете запутать. Что вы будете с ней делать? Вот она и выдает вам свою вот такую вот внешнюю, понимаете ли, ну, пустоту, незаполненность в виде проявления депрессии. Ну, так что, что в маленьком ребенке? А если в 30-летнем, в 40-летнем, это по-другому? Ну, там вы хотите сказать, что это у него возникло от жизни. У него это не от жизни возникло. Абсолютно нет. Мы видим людей, у которых все есть в жизни. У них большее количество депрессий. У них большее количество самоубийств. Ну, правильно тебе говорят, от жира бесятся? Это не от жира бесятся. Это не от жира бесятся. Это просто потому, что... Да просто человеку надо знать, для чего он живет. И когда у него все есть, то он действительно не видит, ради чего жить. То есть не стоит вопрос о хлебе насущном. Немножко освободился от этого, и сразу не знаешь, а для чего же жить. Так ты должен был жить на животном уровне. Так сказать, держать свое тело. Твое тело вынуждало тебя заботиться о нем. И у тебя не было возможности освободиться для других вопросов. А как только ты его животное немножечко дал ему, сразу же возник вопрос о смысле жизни. И этот вопрос, он возникает в детях. Почему нет? Я не вижу особой разницы. То, что он возникает в детях, говорит о том, что наши души в течение многих-многих кругов оборотов жизни в этом мире пришли к такому состоянию, когда они действительно уже... Ну все. Им надо получить этот ответ. Для чего мы существуем. Этот вопрос они возбуждают в нас. То есть вы хотите сказать, что мы изначально неправильно подходим к человеку. Мы ориентируемся на человека, как на его тело биологическое. Конечно, конечно, это совсем не человек. Это животное тело. Животное. Но оно является... Чем оно отличается от других животных? А вот внутренняя его часть, наше я, оно к этому телу отношения не имеет. Оно проходит много-много-много всевозможных своих усовершенствований, окунаясь в наше тело, выходя из него, сопровождая его. Такие метаморфозы в итоге приводят его к такому развитию, когда все уже... Мы живем в таком поколении, когда нам надо обязательно ответить на вопрос. Для чего? Для чего живем? Эта внутренняя пустота, она проявляется в уже развитой душе. Это пустота, это не пустота. Это запрос о следующем уровне существования. О уровне существования человек. Человек это не животное. В нашем мире мы находимся на уровне животным. Есть природа неживая, растительное и животное. А человек кто? А человека нет в нашем мире. Человек это совершенно иное существо, это не мы. Мы не себя не можем называть людьми, человеками. Потому что мы заботимся о нашем теле. О том, как просуществовать в рамках нашего тела. Ну правильно, потому что мы не знаем чего-либо другого. Нет, не то, что не знаем, у нас нет к этому запроса. Поэтому мы являемся тоже животными, только более высокоорганизованными. Если можно так тоже назвать, более высокоорганизованными. Хорошо, тогда вот здесь проблема в связи с этим. Отцов и детей. Вот что я хочу сказать. Допустим, дети более развитые души. Родители еще, они так сказать, менее развиты, получается. И в них этого запроса нет. Конечно. А в детях уже есть. Хорошо, что если дети, что если родители как-то пытаются понять своего ребенка, услышать. Не могут. А если они подавляют его, ведут его психологом, дают ему риталины и считают, что... К сожалению, эта проблема большая. Но этим они ничего не сделают. Значит, пройдет еще одно-два поколения, пока ей это отпадет. Мы увидим, что это ничего не дает. Вот мы получим в итоге жуткое поколение, мы уже сейчас это имеем, поколение риталина, которое ни на что не способно, которое просто себя убивает. От риталина следующий путь – это наркотики. От риталина – это тоже вроде наркотиков. Он успокаивает, он сковывает человека и все. То есть мы не хотим заниматься тем, чтобы дать нашим детям настоящее понимание сути жизни. Мы не хотим ломать устои нашей школы. Наша школа сделана по конвейерному типу. Вы знаете, школа создана сколько лет всего? В нашей школе сто лет. С небольшим. Когда она создалась, эта школа? Когда появилось машинное производство, поточное производство. Надо было делать быстренько рабочих, которые бы умели немножко читать, немножко писать. Которые бы понимали бы указы, понимали бы машины. Которые бы стояли на конвейере и работали. Поэтому быстро таким же поточным методом была создана современная школа. Загонять туда людей, делать из них быстренько рабочих и к станку, и к этим самым, к машинам. Из этого возникла наша система образования. И по сей день она такая. И по сей день. Поэтому сегодня этого аппетита. И мир-то другой. Мир информационный, уже нету этого ничего. А школа осталась старой. Запросы у наших детей совершенно другие. А школа осталась той же. Дети не могут в ней существовать. Они просто умирают в ней. Вот и происходит. Они умирают в ней, потому что у них есть вот это внутреннее несоответствие. У них есть и соответствие со школой. А у них есть другой запрос совершенно. Школа им в этом ничего не дает. Школа не воспитывает человека. Школа не делает человека. Школа наполняет их совершенно даже ненужными на сегодня уже знаниями. Сегодня нужна другая школа, другая система образования, другая атмосфера в школе. Тогда мы не будем видеть наших детей, не подходящих к школе. Мы должны сделать школу подходящую под новое поколение. И не будет проблем с ритолином. А может быть они должны бегать с утра до вечера. И в течение бега это вот таким образом, как организовать какие-то занятия. И не эти занятия от начала до конца по отметкам в муштре сидеть и смотреть на этого ненавистного преподавателя. Не таким образом должно быть организовано. Кто сказал, что это правильно? Потому что так организовано было 150 лет назад, когда надо было делать рабочих для конвейера, для промышленности. Тогда сегодня нам не надо этого. Сколько сегодня людей занято на таких работах? Сегодня уже вся работа по-другому. Все перестраивается. И поэтому дети, которые сегодня растут, нам надо под них делать мир. А не ломать их в наше прокрустовое ложе, чтобы они ему соответствовали. Исходя из чего вы говорите, надо менять школу, надо менять образование, надо менять подход, надо понять, что мы это некое развивающее существо. Я исхожу из кабалы. У меня это основа кабала. Я вижу процесс, который происходит, я вижу его последние, так, следующие этапы. Я знаю и понимаю весь этот процесс и его цель. И поэтому, если мы будем насилием что-то делать, нам выйдет это все очень нехорошо. Мы не имеем права так поступать с нашими детьми. Не имеем права. Но я не думаю, что здесь... Я лично учился, я вам скажу по секрету. Да. Я лично учился. Я ушел с обычной школы в вечернюю школу. Несколько последних лет. Я в институте два последних года заканчивал вечерний. Они дневной, неочный. Почему? Да потому что я был свободен. Я не мог этого давления переносить. Не в состоянии было. И я знаю это по своим детям. Хотя у меня дочка одна доктор биологии. Она такая вся расписана по расписанию. А вторая делает докторат по философии. То есть... Но ни в коем случае не давил никогда на них. На детей. Никак. Никогда. Ну у меня тогда здесь вот такое несколько противоречий просто внутренне возникло. Я хочу вот уточнить. Вы сказали, что с одной стороны детям уже не надо этих знаний. Как бы те знания, которые дают им там школы или там университеты, это уже излишнее, потому что у них другой запрос. В то же время вы говорите, что ваши дети достаточно и преуспевают. Но я на них не давил. Я на них не давил. Когда мои дети... Я обнаружил где-то в восьмом, в девятом классе, когда они уже были, что одна дочка хочет стать обязательно генетиком. То я ее взял из этой школы, согласился, чтобы она перешла в другую школу. Из школы сугубо религиозной, там где ничего не изучают. Чтобы она пошла в школу обычную. И она закончила там, получила аттестат зрелости, поступила в университет. И сейчас она заведует лабораторией генетики в Теляшумер, в больнице израильской. Очень серьезная лаборатория. Делает сейчас работу Филипп Морриса по исследованию рака груди. От компании Филипп Моррис сигареты получила специальное задание. То есть я их развивал, то есть давал развиваться, как они желали. Вторая дочка у нее были, одно время было желание на всякую, не моду, а ну да, что-то с этим связано. Она закончила школу с уклоном дизайнер, да. Я помню эти красивые платья средневековые, которые она шила, такие бальные и прочие в качестве работ своих экзаменационных и так далее. А потом она буквально в последний год школы начала интересоваться тем, чем занимаюсь я. Кабала, интересно, появились в ней эти вопросы, я до этого в ней этого не вызывал. И все, и она пошла в институт, в университет, закончила Тель-Авивский университет по факультету философии, Кабала. Скажите, а вот то, что вы не давили на своих детей? А нельзя давить, сказано, воспитывай от рока по пути его. Я просто хотела продолжить. Это понимание, то, что давить на детей нельзя. А у каждого своя душа, как я могу давить? Это пришло к вам уже после того, как вы начали заниматься Кабалой, если вы бы не занимались Кабалой. Ничего, конечно, этого не было. Я вижу, как воспитывают детей. Я вижу даже, как детей моих учеников, у которых молодые и маленькие дети в школах сегодня, ну просто травят их. Мы организуем для них здесь вечерние занятия, объясняем им, как-то пытаемся им смягчить то, что они получают в школе. Но ничего не сделаешь. Все мы знаем, что проблема образования – это большая проблема. Проблема, наверное, еще и в том, что… Это депрессия детская, с чего вы начали, Яночка, она не пройдет. Нам надо просто ответить детям на их запрос. Депрессия, то, что мы наблюдаем, это следствие их внутренней проблемы. И если эта проблема огромная, общественная, потому что это же не в одном ребенке, мы наблюдаем это абсолютно во всех детях в разных странах мира. Вы знаете, что сегодня депрессия, есть такое понятие, как депрессия у животных. Особенно у домашних животных, которые находятся рядом со своими хозяевами. Они ощущают тоже депрессию. Есть лекарства от депрессии животных. Собак, кошек, которые живут рядом с людьми. И мы, я уверен, что есть и не только у этих, у животных. Есть и у диких животных. Есть и у растений. То есть это депрессия, это ощущение недостатка силы жизни, которая начинает ощущаться в нашем мире. И она зависит от человека. Человек должен подняться на другой уровень. И через человека эта духовная высшая сила, сила жизни, она пройдет через все остальные каналы в наш мир. И тогда исчезнет эта проблема с экологией, и с нашим здоровьем, и с этими общественными отношениями, и со всем. Как это связано? Нам не хватает жизненной силы. Жизненной силы. Да, в нашем мире. Мы видим, что все истощается. Все как-то стареет, все исчезает, все как бы теряет свою ценность, смысл и так далее. Мы пытаемся изо всех последних сил как-то себя воодушевелить всякими модами, всякими устремлениями, друг друга заиграть с помощью всякой этой техники, технологии. Но в общем, в итоге, надо посмотреть правде в глаза, нам необходим совершенно иной уровень существования. Нам необходима следующая и какая-то другая ступень понимания того, для чего мы, куда мы. И это проблема, которая стоит перед всем человечеством, особенно сейчас, во время общего кризиса. Поэтому дети, они должны нам в этом случае сыграть очень большую полезную роль. Потому что от детей мы не избавимся. Это наша проблема, это наша боль. С собой мы уж как-нибудь. А вот когда ребенку плохо, тут уж ничего не сделаешь. И поэтому, когда я смотрю на своих детей, ну они уже взрослые, им там по 35 лет. А если я смотрю на них или на своих внуков, особенно, то я во внуках уже сегодня начинаю чувствовать эти запросы. Вот у меня есть и маленькие внуки, есть внук, которому там 10 месяцев, 11 месяцев. И я в нем, и лично я, в нем это чувствую. И вот я спрашивал своей супруге, и она тоже говорит, что она это чувствует. Существует внутренний запрос у этого буквально младенца, и видно по нему, что он что-то в жизни своей, внутреннего, даже в таком маленьком возрасте, недополучает. Вот это трудно мне объяснить. Я это вижу просто уже своими глазами, уже изнутри, из толщи этой природы, которую я раскрыл для себя. Но это существует, мы от этого никуда не денемся. Поэтому отказ от серьезной реформы себя, нашего отношения к детям, не просто реформы самой системы образования. Или там преподавания, или воспитания, а вообще всей нашей жизни, в которой дети понимают, учатся от нас, принимают от нас эти всевозможные примеры, и не могут с ними согласиться, и не могут их реализовать на себе. Ведь когда-то ребенок, он смотрел на папу, девочка на маму, отец какой-нибудь там кузнец, сапожник, портной, неважно кто. И ребенок знал, что я вырасту, я буду тоже сапожником или портным. Не было этого внутреннего запроса? Не было, это все крутилось, передавались одежды из поколения в поколение, ремесла, дети жили рядом с родителями, они не стремились быть другими. И тогда весь этот уклад, все примеры, которые родителям показывают, как надо жить, как надо общаться, все это было нормально, все это подходило детям. Сегодня нет. Сегодня дети смотрят на нас, они не могут, им неоткуда брать примеры. Они чувствуют себя в пустом мире. Для них все, они для себя должны свой мир сами изобретать. А мы глупые не понимаем, что если у них появляются вот эти вот всякие эти идиотские сходки, бары страшные, там всякие изуверства всякие, наркотики и все прочее, я не против ничего, я не ханжа и не хочу никак себя так показать. Я просто говорю о том, что это происходит потому, что у нас лично не готовы для них правильные примеры, примеры правильной иной жизни. Что ребенка стоит? Мы не согласны с тем, что они другие. Вот это наша точка. Да. Самая, самая такая основная. Мы должны принять во внимание, что они иные, у них другие души, и нам надо жить ради них, а не ради себя. Вот это проблема. Живя ради них, мы и себя в том числе исправим. И так сказано. Возвращающие сердца отцов к детям и сердца детей к отцам. То есть дети должны нас учить. Вы знаете по себе, вы же мать. Когда у вас появляется ребенок, вы становитесь матерью. И ребенок как бы требует от вас, чтобы вы росли. Чтобы вы возмужались как-то. Так? Чтобы у вас появилось какое-то совсем другое отношение к жизни у вас появляется, когда вы становитесь мамой. Вот то же самое и здесь. Мы должны понять, что имея детей, мы должны быть более ответственными. И они должны нам диктовать, какими мы должны быть. Но я думаю, что для этого мы прежде всего должны изучить родителей, то, о чем вы говорите. Конечно. Мы должны изучить следующий этап, на котором наши дети уже должны существовать. Которого они запрашивают. А мы этого не понимаем. Что значит? Мы находимся вот в таком поколении, в ножницах таких. Они уже должны существовать на этом этапе. И мы должны, в принципе. И мы должны. Мы проиграли свое поколение. Мы вовремя не успели. Мы в таком переходном находимся процессе. И поэтому стоим как бы между двумя эпохами. Что значит проиграли свое поколение? Вы говорили, что у человека нет, не было в этом поколении еще этих внутренних запросов. Были, но мы не считали с ними. Мы считали, что мы их должны подавить. Мы считали, что мы можем их как-то по-другому реализовать. Мы создали для себя всевозможные игрушки, телевидение, мода, общественное мнение, всякие теле-пеле, компьютерные, всевозможные эти штуки. И мы этим, конечно, себя не подняли на следующий уровень. А дети, они, ну просто, пока что, конечно, жалко их. То есть человек, он приспосабливал и развивал все средства для того, чтобы приспособить их к жизни в этом мире, что называется? Не только, нет, духовный мир это тоже в нашем мире. Просто человек не желал меняться. Он не желал еще понимать, что он должен меняться, а не технологии вокруг него. А сейчас, изменив всю эту технологию, мы, наконец-то, я думаю, начинаем осознавать, что она нам ничего не принесла. Что эти давления все, этот мировой кризис огромнейший во всех областях, которые давят на нас, проблемы здоровья, проблемы экологии и вообще всего того, что нам грозит, что все это требует кардинальной, кардинальной какой-то реформы. И она должна происходить, очевидно, не во внешнем мире. Мы уже, мне кажется, поняли, что мы не можем никак с этим совладеть. А именно эта реформа должна быть внутри нас. Да вот, видимо, в том-то и проблема, что... Люди пока не хотят обращаться внутрь себя. Мы, видимо, не поняли. Ну, а я надеюсь, что все-таки наша деятельность, распространение кабалы, вот эти беседы везде, то, что мы проводим, канал 66-й, который мы запустили, это все в итоге, конечно, подействует на людей, и они изменятся. Мы не представляем себе даже, насколько наше малейшее движение в сторону нашего изменения, в согласии, в гармонию, в гармонии с природой, изменит абсолютно весь мир наших детей, нас даст гармонию нашу внутреннюю, в семье, с детьми, между нами. И изменится все. Знаете, вы говорите об этом с уверенностью. Вы говорите об этом уверенностью. Я просто знаю эту систему, которая работает в обоих мирах. Это не мистика, это четкая система управления. И поэтому я говорю об этом как человек, который занимается этим уже 35 лет. Да, с вашим характером это действительно. Если бы не было в этом что-то вечного и постоянно развивающегося, видимо, вы столько лет этим не занимались. Конечно. Да, я думаю, что все-таки многие люди ежедневно приходят и еще придут к этому. И, конечно, мы изменим наше существование, как была дана для того, чтобы этот мир изменить, не улетать куда-то в каких-то мистиках. И мы в то же время и увидим наших детей счастливыми и радостными, и не с риталином, и с депрессией, и с наргилой. Скажите, ну а вот если бы я вас спросила, что вы хотите вообще сказать родителям этих детей, которые вот сегодня столкнулись с этой проблемой, детской депрессией? Они не знают, что делать? Первое, как можно меньше насиловать детей. Второе, единственное, что мы можем сделать, это просто постоянно смотреть наш телеканал. Я не хочу, мне не нужен рейтинг, я не продаю на нем ничего. Просто таким образом мы распространяем дальше эту положительную энергию. О союзе, о сотрудничестве, высшая энергия проходит через нас, весь мир. Вы увидите, как ваши дети вдруг начнут быть ближе к вам, вдруг начнут к вам относиться с уважением, вдруг начнут почему-то непонятно интересоваться через вас тоже этими вечными и высшими качествами, силами. И изменится, и человек меняется только изнутри. Спасибо вам большое. Мы, конечно, продолжим эту тему в наших следующих программах. Всего доброго, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова